Когда мы говорим Коко Шанель, что приходит на ум? Твит, жемчуг, шляпка, сумочка, духи номер 5, маленькое черное платье. Это все продукты Коко. И, безусловно, они будут первыми приходить на ум при упоминании ее фамилии. А что же такое стиль Коко Шанель? Всем привет! С вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И в этом видео мы постараемся разобраться, из чего же складывается стиль Коко. Эта выдающаяся женщина стала открытием, прорывом своей эпохи. Придуманные ею наряды до сих пор каждый сезон становятся основой для создания новых коллекций разных дизайнеров. Они могут быть перекроенными, переделанными, но останутся безошибочно узнаваемыми. Простота и свобода очень быстро стали символами эпохи 20-х. Таким образом, 20-е годы 20-го века в модной индустрии благодаря Коко создали новый или, скорее, хорошо забытый образ обычной американской работающей девушки. Ее стиль в одежде был новаторским. С ее приходом мода словно перекочевалась с 19-го века в 20-й. На смену тонкому шифону блеклых цветов и слишком вычурным плюмажем головного убора с перьев пришли пулловеры и короткие юбки из шерсти. Так женщины, последовавшие ее примеру, в одежде стали все больше походить на мальчиков-подростков. Габриэль ввела в моду бесхитростную простоту. Вместо богатых украшений женщины стали носить самое простое платье и юбки из трикотажа. В начале 20-го века законодательницами моды были женщины в возрасте. Считалось, что на них должно равняться все общество, перенимать их стиль. С приходом Шанель все изменилось. Следуя своему принципу, женщина должна выглядеть молода, она добилась большого успеха. Роли изменились. На смену взрослым женщинам в мир высокой моды ворвались молодые. Все дело в простоте. Молодые девушки научились выглядеть роскошно и в то же время не брос. Шанель предлагала своим клиенткам рабочие куртки из плиса и индейские головные уборы. В категории верхней одежды популярностью пользовались войлочное пальто с саболиным мехом внутри. Талантливая француженка придумала множество вещей, без которых нельзя представить гардероба современной девушке. Это укороченные брюки, туфли без задников, облегающие кружевные платья, вечернее платье длиной до щиколотки, маленькое черное платье, наконец. Практичность. Вот что продлевает жизнь придуманным Шанель образом. Вся ее одежда со смыслом. Пуговицы обязательно должны быть пришиты прочно. Карманы расположены правильно и удобно. Коко и сама нередко выступала законодательницей мод. Благодаря ее детской непосредственности и стремлению к свободе от рамок и клише, повязала себе на голову детскую ленту в знак протеста, появилось новое веяние в виде больших бантов в волосах. Мода на громоздкие мужские пиджаки тоже укоренилась случайно. Коко стало холодно на прогулочной яхте, она надела такой пиджак. Она любила большие очки в роговой оправе, которые сейчас очень популярны. Шанель очень тонко чувствующая натура. Она очень хорошо чувствовала цвета. Габриэль имела двух фаворитов – черный и белый. Черный цвет она всегда считала основой всего. Он элегантный и практичный. Белый – символ чистоты. Яркие цвета Коко практически не использовала лишь в контрасте с темными. Не любила пастельные тона. Самая первая и основная составляющая такого гардероба – классический строгий брючный костюм. Хотя сама Габриэль отдавала предпочтение юбкам. Классические укороченные узкие брюки идеальной длины стали в определенном смысле символом женской свободы в сочетании со строгим пиджаком необходимой вещью каждой успешной и привлекательной женщины. Для варианта. На работу подойдут расклешенные брюки со стрелками, а для повседневной жизни стоит выбрать узкие укороченные. Костюм пригодится вам не только для работы, но и станет отличным вариантом для особенных случаев свидания, встреч с подругами. Яркий акцент в виде рубашки контрастного цвета или же аксессуара в виде замысловатой вечерней сумочки, шляпки, платка снизит тон официальности. Такое сочетание придаст вашему образу романтичности и изящества в какой-то степени даже упростит его. Вы будете выглядеть строго, но со вкусом. При выборе обуви к костюму стоит отдать предпочтение каблукам. Классические однотонные лодочки черные с белым или в тон костюма подойдут для трудовых будней. Для особого случая лучше выбрать контрастный цвет. Например, если костюм черный или темно-синий, его превосходно дополняют лакированные туфли ярко-красного цвета. Тогда образ из классического стиля перейдет в городской романтический. Еще одной немаловажной составляющей будет юбка. Юбка-карандаш актуальна абсолютно для всех и во все времена. Такой покрой позволяет женщине подчеркнуть силуэт, смоделировать фигуру. Бедра становятся уже, а правильно подобранная длина, Шанель считала длину чуть ниже колена идеальной, визуально удлинит ноги. Классические цвета делают ваш образ более женственным и официальным. Многие девушки могут позволить себе поэкспериментировать с цветом и даже покроем. Длина должна остаться все той же, ниже колена. А вот ткань, принт, форма, юбки могут быть абсолютно любыми. На вкус и цвет, как говорится. Костюм из Твида неотъемлемая часть стиля Коко Шанель в одежде. Твид тканец шерсти с небольшим ворсом из Шотландии. Она очень приятная на ощупь, мягкая, эластичная и не тяжелая, что немаловажно. Костюм из Твида от Шанель это прежде всего изумительные жакеты. Они изящные, женственные. Вы с легкостью отличите такой жакет от любого другого. Он имеет ряд особенностей. Прямой приталенный покрой. Симметричная нашивка в виде двух или четырех накладных карманов по обоим бортам. Отсутствие воротника. Отделка рукавов или бортов изделия косами из тесьмы, канвы, кружева и других материалов. Пуговицы золотистого цвета с логотипом дома Шанель. Цепочка внизу на подкладке. Коко использовала ее для сохранения идеальных пропорций. Таков классический твидовый жакет Коко Шанель. Для повседневной носки подойдут нежные цвета. Розовый, голубой, желтый. Для светских раутов лучше оставить классический черный, ослепительно-белый или королевский золотой. Напоследок, куда же без маленького черного платья. Эта вещь уж точно должна присутствовать в гардеробе абсолютно у каждой девушки и женщины. Такое платье ввела в обиход сама Шанель, правда при весьма печальных обстоятельствах. Маленькое платье прямого облегающего кроя с округлым вырезом, длинными рукавами и длиной покрывающей колени Коко надела на траур. Тем не менее, оно очень быстро стало популярным и является таковым до сих пор. Черный цвет стройнит фигуру, поэтому остается неизменным. Образ прекрасно дополнит натуральная жемчужная нитка, маленькие редикюльные цепочки и, конечно, изящные туфли. Игривости в образ, созданный вами, в стиле Шанель добавляют украшения. Габриэль обожала украшения и любимыми были ожерелья из зеленых и красных натуральных камней, жемчужные нити. Она считала, что украшения созданы лишь для забавы. В повседневной жизни у Коко носила много украшений, в том числе и бижутерий. По особым случаям, выходя в свет, она могла надеть только браслет или только серьги. Свобода, легкость, спонтанность, сочетание классических и современных стилей мужского и женского начала – вот составляющая идеального образа от Шанель. Главный принцип стиля в одежде Коко Шанель – не важно, что на тебе надето, важно, как ты в этом выглядишь. Стиль Шанель не терпит вычурности и тяжеловесности, но также он не должен быть скучным. Будьте готовы к экспериментам и революционным решениям. Смело комбинируйте строгие и четкие геометричные принты, полоску, свободный крой с приталенными силуэтами и изысканными аксессуарами – беретом, перчатками или шарфами. Габриэль любила называть себя деловой женщиной и вела моду на строгие, но комфортные женские костюмы с юбками миди. Задолго до того, как в 1954 году был выпущен знаменитый твидовый костюм без воротника, она начала создавать удобные комплекты для независимых и уверенных в себе дам. Просторы для модных экспериментов в офисе открывают юбка миди со вставками плесе или покроя ГД, приталенный жакет или кардиган, ну и, конечно же, рубашки и блузки. Многослойный образ обязательно дополняем визитными карточками Шанель – французским шерстяным беретом и жемчугом. Не лишними будут и те самые двухцветные лодочки. Идеально! Коко всегда была за практичность и удобство. Корсетом, рюшем и декольте она предпочла простые и функциональные вещи. Мадам Шанель прекрасно понимала, какая одежда нужна женщине, чтобы чувствовать себя комфортно. Именно такие модели она и создавала. Вспомните хотя бы ее морскую коллекцию, что была выпущена в поистине революционном 1917 году. Европа узнала, что тельняшки и широкие брюки, униформа французских моряков могут быть элегантными и подходят для женщин тоже. А если их дополнить остроносыми двухцветными лодочками и сумочкой на цепочке, получится тот самый французский стиль, который хотя бы раз в жизни попыталась воссоздать каждая модница. Возможно, его тоже. Кстати, сумочка на цепочке появилась тоже не просто так. До 1954 года женщины носили кошельки в руках или на запястье. Коко первая придумала прикрепить цепочку и повесить сумочку на плечо. Коко была не первой, кто стал носить мужские брюки, но именно она научила женщин воспринимать их не как рабочую одежду или атрибут для верховой езды, а как часть женского гардероба. Широкие брюки палаццо, контрастный облегающий топ и, как обычно, обилие узнаваемых аксессуаров. Вы скажете, что этому образу почти 100 лет? Для особых случаев особые наряды. Прозрачные ткани, пышные юбки в пол, нетипичный для стиля Коко. Ей хотелось создавать одежду, в которой можно было бы без помех двигаться, дышать и просто жить. Она освободила женщин от узких корсетов, десятков подъюбников и крохотных пуговок. Вместо этого многослойная юбка из фатина с поясом-бантом и топ в бельевом стиле. Еще один нетипичный, но от этого ничуть не менее стильный ретро-образ от Chanel. Любите блестки и стразы? Любите их со вкусом. И не забывайте, чем дороже и роскошнее ткань, тем проще должен быть фасон платья. Впрочем, даже и в таком наряде Коко не считала нужным отказываться от любимого жемчуга в несколько рядов. Коко никогда не считала черный траурным цветом и охотно носила его. Черный тотал лук любую фигуру преображает к идеальной, уместен в любой ситуации, делает образ изысканным и вместе с тем горячим. И здесь нет ограничений в аксессуарах. Коко очень любила браслеты из слоновой кости с инкрустацией в виде мальтийского кристалла, которые изготовили специально для нее Фолько де Вердуа еще в 30-е годы. Урожения настолько ей понравились, что она ими дополняла практически каждый свой образ. Бренд существует по сей день. Браслеты из слоновой кости, ореха, нефритов, сапфиров выпускаются практически в том же дизайне. Правда, их стоимость зашкаливает за 10 тысяч долларов. Дороговато? Да, такой эксклюзив может позволить себе не каждая. Но вот отказывать себе в искусственном жемчуге его Коко очень обожала. Нет оснований. Красивую бижутерию сегодня можно купить недорого, совсем недорого. Девиз Шанель не престиж и цена, а комфорт и свобода. Помните об этом, если решите пересмотреть свой гардероб и сделать его более утонченным, изысканным и комфортным в стиле Коко. Прошло много времени с того момента, когда жила Коко Шанель. В ее время было мало разнообразия и можно даже сказать, что моде приходилось сложнее. Это сегодня мы можем надеть костюм единорога и спокойно пойти в магазин за картошкой. Никто косо не посмотрит. Конечно, сейчас огромный выбор тканей, фасонов и стилей. Люди стали более раскрепощенными и не любят какие-либо рамки. Я, например, очень люблю романтичное платье в сочетании с брутальными ботинками. Но бывает очень хочется надеть брючный костюм и быть деловой. А иногда я хожу в спортивном, потому что не хочется заморачиваться и так сойдет. К чему это я? А к тому, что да, у нас есть выбор в стиле, под настроение, скажем так. У нас в шкафу всегда много вещей на разные случаи и поводы. А утром, как всегда, нечего надеть. Происходит это от того, что мы приобретаем вещи, которые сочетаются только с конкретными единицами в гардеробе. И в итоге, когда какая-то вещь портится, мы ее выбрасываем, а в шкафу остаются лежать вещи, которые сочетались именно с той выброшенной. Захламление. От этого и расфокус. Как по мне, стиль Коко Шанель это базовая комфортная вещь. У нее не было огромного количества вещей в гардеробе, однако она выглядела с иголочки каждый раз, выходя из своей квартиры. Так что да, время поменялось. Возможно, на сегодня не все хотят ходить в твидовых пиджаках или туфлях с черным носом. Как по мне, я не люблю юбки-карандаш вообще, но стиль Коко нужно читать между строк. Чтобы примерить на себя ее образ, не обязательно на себя надевать черное платье, шляпку и брызгаться духами Шанель номер 5. Достаточно подбирать комфортные, элегантные вещи, которые отлично сочетаются между собой. Все они. А в этих вещах ваша фигура смотрится изящно. Продолжаем.